Что со мной случилось на сотый день воздержания? Всех приветствую, друзья, с вами я, Ник, и я сегодня расскажу, что же со мной случилось на сотый день воздержания. Уже более чем три месяца я провожу эксперимент над своим телом воздержания, что же со мной будет, как меняется мое физическое состояние, как меняется мое ментальное состояние, как я воспринимаю жизнь, как я общаюсь с людьми, и все это я фиксирую на своем YouTube-канале, вы можете посмотреть, например, вот это видео, которое всплыло у вас в углу насчет воздержания. И очень критическое событие произошло примерно на сотом дне воздержания, что я понял и что я просто обязан вам доложить. Я не могу не рассказать вам это, потому что я знаю, что многие из вас, из моих подписчиков, также идут со мной по этому эксперименту, кто продолжает заниматься воздержанием, кто продолжает вместе со мной идти по этому пути, и вам просто обязательно это знать, потому что это, во-первых, может быть критически важно для вас. Нет, это просто критически важно для вас, потому что очень важно понимать, как идет процесс у других людей, как бы параллельно тебе, которые занимаются тем же делом, и если, допустим, кто-то там на 30-м, на 20-м дне воздержания, вы должны знать примерно, что вас ждет в будущем, или что вас может ждать в будущем. Не будем затягивать, начинаем. Я вел свой, как бы, такой дневник, да, когда я сел на воздержание, ну, просто я снимал видосы на ютубе, и каждый месяц, то есть 30, 60 и 90 дней я снимал на ютуб, как я себя чувствую, какие изменения я заметил, какие новшества, что прошло, что добавилось, ну, то есть такие видосы, я думаю, вы их видели, один из них, если что, я оставлю в описании, там, 60 дней, он самый популярный оказался, вот, и до 60-го как раз-таки дня все у меня было заебенно, у меня в лучшую сторону происходили все изменения, я чувствовал такое, прилив сил, прилив духа, я начал по-другому смотреть на какие-то вещи, по-другому воспринимать нашу реаль, ну, по-другому воспринимать все, что вокруг меня происходит, и мне это очень нравилось, и вы можете посмотреть по этим видосам, что я действительно положительно отзывался про эти изменения, и они мне действительно очень нравились, они меня очень, как бы, будоражили, и мне прямо было интересно, блядь, если сейчас так круто, что же будет дальше, и катастрофическое событие произошло после 60-го дня, примерно после двух месяцев, то есть 60 дней, блядь, я начал замечать сильные изменения, но сильные изменения не в хорошую сторону, а в плохую лично для меня, для кого-то может быть это хорошо, примерно на 70-м, 80-м, больше, то есть 80-й, 90-й и 100-й день как раз-таки, 100-й день просто стал таким точкой, когда я это понял, и точкой, когда я это осознал полностью, еще раз напомню, до 60-го дня у меня были прилив сил, прилив энергии, я хотел заниматься спортом, хотел общаться с людьми, начинал гораздо лучше как-то, в общем-то, просто находиться в обществе, и было все охуенно, после 60-го дня я начал чувствовать затухание, затухание своих эмоций, то есть я чувствовал, наоборот, что я от всех маленьких вещей, от всех малейших, я говорил про это в видео, что я от всех малейших вещей на улице, там, я выхожу, наслаждаюсь солнцем, наслаждаюсь зеленью, просто наслаждаюсь общением с людьми, я получал невероятные эмоции, так и было, на 60-м дне так и было, но примерно на 80-м, больше на 90-м дне я начал чувствовать, что я перестаю это чувствовать, что я перестал получать так много энергии от вот этих мелочей, я перестал получать много энергии от всяких вот этих как раз-таки моментов, про которые я говорил, вышел на улицу, там, свежий запах, там, общаешься с человеком, получаешь нереальный, как бы, заряд, оно пропало, оно начало пропадать, и я сначала такой, типа, странно, ну ладно, хорошо, ничего страшного, возможно, это просто период какой-то адаптации, возможно, это и вернется, да, но произошло еще более плохое происшествие, помимо вот того, что у меня вот эти вот суперрецепторы уменьшились, у меня уменьшились все рецепторы, рецепторы, все рецепторы к эмоциям у меня свелись практически на ноль, и это стрёмная хуйня, то есть я стал такой безэмоциональной скалой, который и не грустит, понятное дело, но и не радуется, то есть на каких-то суперэмоциональных моментах, где нужно прямо, блядь, вот так вот, где в обычной жизни я бы просто супер подавал эмоции, я был просто с таким фейспалмом, и у меня было похуй на все, мне было без разницы абсолютно на все, это было как раз-таки 90-95-100 день, и меня это насторажило, я такой, типа, блядь, странно, это очень странно, это очень-очень странно, и что я понял, один день, сотый как раз-таки, который был такой отправной точкой, такой, нет, не отправной точкой, который поставил точку в этом, это были мои соревнования, у меня проходили соревнования по спорту, и наша команда выступала против других команд, и я смотрю на ребят, там у нас соревнования начинаются, все такие, блядь, сейчас мы их разъебем, сейчас мы их уничтожим, все там стоят в кругу, прыгают, типа, о-о-о, кричат, кричат, а я понимаю, что мне вообще насрать, мне вообще похуй, мне вообще настолько без разницы, что, ну, я как бы кричу, да, чтобы поддержать команду, но мне самому, мне просто насрать, мне просто без разницы, победим мы, не победим, и вот это была проблема, что у меня вот этот вот эффект соревновательности ушел, что у меня ушли эмоции, да, и эффект соревновательности ушел, и меня это начало максимально сильно настораживать, и как раз-таки там, когда я вижу, что все другие там, условно, кто-то бежит, да, и он прямо такой, блядь, давай, сейчас разорву, а я бегу, да, я бегу хорошо, но я понимаю, что мне поебать, если я проиграю, подведу команду, и это было настолько мне неприятно, мне было неприятно от самого себя, потому что я понимал, что это соревнования мне важны, и мне они реально важны, но я ничего не могу поделать с тем, что мне насрать, я ничего не могу поделать с тем, что у меня нет эмоций совершенно, что я такой кремень, блядь, который просто такой, типа, безучастный, безучастный человек, ну да, пробежали плохо, и я поймал себя на этой мысли, я поймал себя на вот этом состоянии, что мне насрать, я общался также с друзьями, которые также на воздержании, у некоторых есть такое, у некоторых нет, то есть, понятно, что это не у каждого, там, на 90 день, пам, и у тебя нет эмоций, нет, это не так, но действительно я могу провести аналогию, потому что раньше в жизни у меня никогда такого не было, когда же я сел на воздержание, у меня начались вот эти вот жесткие изменения в моем организме, и я считаю, что вот этот вот спад эмоций, спад эмоций на ноль, он напрямую зависит от воздержания, и это действительно, есть какая-то корреляция, есть какая-то зависимость на самом деле между воздержанием и спадом эмоций, в общем-то, вот, это была тема этого ролика, это то, что со мной действительно произошло, то, что происходит во время воздержания через три месяца лично у меня на опыте, обязательно, кто прошел этот путь и пошел дальше, да, у кого была действительно такая тема, напишите в комментариях, она проходит или нет, как скоро она проходит, и на каком сроке именно у вас был вот этот вот дикий спад эмоций, мне будет лично самому очень интересно почитать, обязательно пообщаемся в комментариях, на этом все, с вами был я, Ник, всем хорошего времяпровождения, спасибо за просмотр!